всем доброе утро питание высыпано птички прилетели это уже раз на 4 за утро вчера я была в городе и они мне немножко тут поголодали даже не представляю себе как я поеду на днях в питер и они у меня будут не кормлены и три дня попрошу соседку хотя бы чуть-чуть выбрасывать им семечки когда будет приходить сюда домой топить мне печку и кошек кормить выпускать ну и собак тоже кормить за ночь выпало много снега и он продолжает идти я вечером приехала с города разгребала дорожки несмотря на то что они у меня были чищены было сантиметров 20 сегодня выглянула в окно пойду разгребать еще сантиметров 30 надеюсь сосед почистит дорогу которая ведет на общую дорогу потому что иначе будет не выехать мне не сегодня выезжать пойду чистить ой красавцы вы мои хорошие да не бойтесь вы меня да мои сладкие бояки бояки вот сколько снега навело вчера вечером приехала после города после покупок все почистила ночи и где она сейчас все эти завалы будут разгребать если бы вчера не почистила сегодня бы мне были бы по пояс сугробы так дети гулять мы сегодня не идем потому что матери много работы поэтому я буду чистить а вы будете носиться ладно пошли ступила снег о господи ничего себе на милу сейчас отпущу вас домой хорошие замело вас в будках мамочки сколько мне сегодня чистить вчера я хорошо купила скрепер до этого у меня его не было дала мне соседка попользоваться чистила все время сейчас покажу так а что там нету попаду чистила все время вот этой лопаты мой любимый фискарс но когда покупала когда попользовала скрепером поняла как это все-таки удобно с одной стороны конечно тяжеловато все равно побыстрее купила не купила другой фирмы они аналог как бы делает буду тестировать люди говорят вроде ничего но не стоит три раз дешевле попробуем скрепер как его завалило на этот скрепер который мне дала подруга фискарс я такое ощущение что все-таки по крепче будем чистить по-любому их мамочка сколько мне сегодня работы так что дети гулять не идем смотрите как занесло стены моего дома прямо декорация к новому году рождества был снег северный ночью сейчас закрепусь до вас и отпущу вас все надо добраться а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так Да, Блэк? Поэтому ты сегодня хромаешь? Поэтому ты сегодня хромаешь? Вчера с Редиком подрались Из-за этого куска Пока я не отняла Да? Больно? О, так у тебя там ранка, дружок мой Дай-ка я посмотрю Дай я посмотрю, мой хороший Он не даст посмотреть, конечно Он не даст Хорошо у тебя цапанул Дай-ка я посмотрю Редик Вот нечего, потому что драться Нечего, потому что драться Теперь зализывай эту ранку Пусть она потихонечку заживает Лезть туда я все равно не буду Потому что ты мне не дашь Да, с Бог, все заживет Там не глубокая Да? Подрались вчера Подрались вчера Не стыдно вам? Как будто бы голодные Перед этим, главное, покормила хорошо Нет? Как будто бы голодные Вечно голодные собаки Все, мои хорошие Давай, давай, давай Пойду я чистить дальше Как говорил старшина в известном анекдоте Отвечал на вопрос Солдата Докуда чистить? Я сейчас чистила и вспомнила Отсюда и до обеда Вот такое у меня ощущение Отсюда и до обеда Еще и после обеда и до ужина Буду чистить Вот такие вот у нас Снега Келеманджара Снега Келеманджар 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну а то, что там, я, наверное, сегодня уже не осилю. Ведь это я вчера, приехав вечером, почистила всё вокруг машины. Было снега примерно столько же. И снова нападала. Ну-ка. Ну как это так? Так, а ежели бы я его не почистила, вот был бы сегодня трэш. Ладно, просто скину снег с машины, а чистить, наверное, буду уже завтра. Ой, как много. Ребята, гулять мы сегодня точно не идём. Не пройти нигде, никак и никуда. Всё. Почищу машину и пойду домой отдыхать, потому что сил уже нет. Пришла я после чистки снега, еле живая. Думаете, я остановилась на том, на чём закончилось моё видео. Я всё-таки почистила участок вокруг машины. Потому что ночью обещают сильные морозы. Я думаю, что тот снег весь стал бы колом. Поэтому вот пришла, немножко дома передохнула. А теперь у меня... Вот кто дерёт мои коврики? М? На улицу не ходит целыми днями. Сегодня Маруся вышла на улицу с утра и провалилась по самые уши. Вернулась через 6 секунд домой и сказала, чтобы я ещё хотя бы одним усом сунулась на улицу. Не бывает тому. Да, Маруся? Поэтому сидят, как приклеенные на печке. И в туалет даже не ходят, потому что мало едят. Они, наверное, подумали, что лучше будем меньше есть, чем ходить на улицу в туалет. Хотя дома тоже стоит лоточек, но они его не любят. Вот такая у меня красота на окошке повешена. На веревочку всё нанизывала. И у меня вот такие украшения. Буду сегодня готовить себе рыбу по-карельски. Вчера я ездила в город и купила беломорку. Обычно она у нас продаётся достаточно мелкая. А тут она размером с обычную селёдку, но чуть помельче. Это рыба, которая родственница селёдки. То есть это практически та же самая селёдка, но которая водится в Белом море. Не в Атлантике, а в Белом море. В Тихом океане, по-моему, тоже водится. Я вчера одну пожарила. Три штучки оставила. Засолю их на Новый год. Шуба. Куда же без шубы? Единственное, я хотела сделать её по голландскому рецепту, как ела я её в Голландии, когда была. И моя коллега свозила нас в место, где продают прямо на берегу, по-моему, Валендам. Продают в кафе знаменитую голландскую селёдку. Это было что-то невероятное. Я в жизни не забуду, как это было вкусно. Они её не едят, как мы режем кусочками. Они её разрезают на филе. И сразу половинка за хвостик оставляет хвостик. И за хвостик прям заглатывают. Это так вкусно. Я у неё спросила сегодня. Говорю, Ань, ты не знаешь рецепт, как они заставили? Она говорит, они держат в секрете. Но единственное, что они солят и знают, что солят в морской соли. И я посмотрела, в нашем интернете ничего не нашла. Всякая ерунда, близко рядом не стоявшая с голландским рецептом. И я, короче, решила по-простому сделать. Просто приготовила раствор соляной. Думаю, что раньше люди вообще без каких-либо изысков всё делали. Что было под рукой. Морская вода, так морская вода. В ней и солили. Перед чёрным был, перед чёрным. Не думаю, что лаурушка тогда была. Но не важно. Во всяком случае, я решила делать по-простому рецепту. Соль, сахар, чёрный перец, лаврушки немножко. Я в конце бросила лимон. Закипятила это всё. И потом, сейчас она оценит, залью эту селёдочку. Беломорочку. Беломорочку. Вот. А на ужин себе приготовлю рыбу по-карельски. Та же самая беломорка. Я её уже порезала на кусочки. Чистится она прекрасно, легко. То есть, там практически никакой чешуи нет. Рукой она смывается, и всё. Вот. Готовить я её буду в печи. Понятное дело, когда она прогорит. И вот в таком блюде. В таком блюде. Это называется тажин. Тажин это название как формы для запекания, так и блюда, которые в нём готовятся. Я привезла это тяжеленное блюдо из Марокко. Там нас кормили везде и повсюду тажином. И я решила себе привезти такое же приспособление, чтобы дома готовить. Ну, пару-тройку раз приготовила. С тех пор стала использовать в основном его для того, чтобы запекать овощи. Очень хорошо. Сделана из... Грубая такая работа. Там есть и более интересные... Там были и более интересные варианты в плане росписи и всё такое. Но мне это не надо. Она, самое главное, что очень толстая. Это посуду, да. Так, не разбью мне кафель. Очень толстая. И в ней запекается просто всё идеально. С крышечкой, без крышечкой. Как-нибудь потом приготовлю этажин. Найду рецепт. Я его забыла. Приготовлю этажин. Тоже посмотрите, что это такое. Кто не знает. Я не претендую на то, что это вот единственный рецепт. Рецептов много. Как готовят карелы рыбу по-карельски. Я просто налью маслица. Можно побольше. Вот. Наливается просто маслица. Кладётся вниз картошка. Опять-таки, слои, наверное, каждый может придумать, чередовать по-своему. Главное, чтобы она была вот такими брусочками. Вот. Слегка присаливается. Затем кладётся лучок. Мелко нарезанный. Ничего такого хитрого нет. Потому что, в принципе, карелы народ такой неприхотливый и простой. И специи... Я вот недавно узнала, что специи... Ну, вернее, специями особо не пользуются. Какими-то... Блюда все простые, вкусные. И доступные каждому. Так, вот лучок. Так, лучок положили. Рыбку я отдельно присолю. И поперчу. И всё это выкладываю поверх. До конструкции. Рыбки можно было бы и побольше, но... У нас же Новый год впереди. С Рождеством. Даже без селёдки. По цене многие спрашивают у меня иногда про стоимость продуктов, которые я покупаю. Ну, вот, мне хватит на ужин. Быломорка вот эта крупная. Причём она свежая. Видно, что она не замороженная была. Ничего. Его вчера я купила. Стоило 210 рублей килограмм. Свежайшая, вкусная рыба. Как-то я жарила селёдку сырую. Был привкус селёдки. А здесь просто нежнейшая рыбка, которая жарится просто моментально. Очень вкусная. Я вчера её с картошечкой тоже пожарила. Вот, и получается очень вкусно. Значит, какой тут... Какая тут хитрость? Я вот это всё запекать буду, просто долив ещё водички туда чуть-чуть. Совсем немного водички. Так и кориллы делают. Но на самом деле большинство делает... Сразу заливает молоком. Ну, так как пост у меня ещё. Поэтому я залью просто водичкой. Ну, чтобы вы знали, что заливают либо молоком сразу, либо потом, когда она уже запечётся, рыбка, ещё её заливают сливками. Сливочное масло. Вот это всё они очень любят. Кориллы, да? И я, честно говоря, тоже люблю. Вот, сливочное масло добавляют прям горячее. И ещё немножечко, ненамножко, ещё ненадолго ставят в печь. Получается очень вкусное, вот именно с молоком, либо со сливками, но и тем более со сливочным маслом, блюдо рыбы по-карельски. Рыба карельская, с Белого моря. Ну, тут и так же используют и корюшку, и ряпушку. Но вот беломорка, я думаю, будет просто идеально здесь. А сейчас мы закроем для того, чтобы рыбка дождалась, когда прогорит моя печь. Печка прогорела, угли убрала в плиту. Встало время двигать еду в будущую. туда. Ну, надеюсь, не очень долго она будет готовиться, потому что я уже очень сильно хочу есть. Готовься, рыбка вкусная! И быстро! Рыбка приготовилась. Можно есть прямо с косточками. Очень вкусно! Всем пока!